приветствуем вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзегет и всех вас с началом великого поста а вот есть такое правило как начнешь великий пост так его и закончишь да а великий пост он с чего начинается он начинается с чтения покаянного великого покаянного канона святого андрея критского в первые четыре дня на первой седмице читается причем сразу говорю что это самое начало вечерней службы то есть на вечернюю службу не стоит опаздывать если хотим помолиться так вот всей душой лучше прийти прийти заранее и потому что уже в самом начале после вот шесть шестьдесят девятого псалма начинается чтение покаянного канона и мы погружаемся вот эту атмосферу молитвенного покаянного восхождения которое и должно наполнить все наше вот поприще великопостного делания но сразу скажу что у нас вот конечно это вот беседа она будет носить больше такое может быть практическое значение чтобы мы получше понимали тексты канона они ведь наполнены библейскими образами ветхого завета нового завета и современный человек вот когда он слышит все это он часто даже не понимает о чем идет речь о чем там говорится в покаянном каноне поэтому лучше вот нам заранее знакомиться с некоторыми текстами и тогда вот наша молитва она будет более осмысленной ну вкратце скажу что святой андрей критский это угодник божий который жил в седьмом восьмом веках причем у него такое было чудо что сначала когда вот еще маленький совсем вот он родился и никак не мог научиться говорить но фактически рос немым пока в семилетнем возрасте вот его причастили святых тайн христовых и вот после причащения святых тайн он обретает дар речи уста его отверзаются и он начинает уже можно сказать прославлять бога шествует по пути духовного служения вот пишет не только этот канон он и проповеди писал и своим словом уже прославляет бога да а вот теперь мы непосредственно приступаем к знакомству с текстами великого канона андрея критского ну сразу скажу что не все тексты мы будем рассматривать а только некоторые вот для лучшего их понимания вот самый первый ирмос который поется в самой первой песне он звучит так помощник и покровитель бысь мне во спасение сей мой бог и прославлю его бог отца моего и вознесу его славно бог прославися и вот на самом деле эти слова они взяты из песни пророка моисея после того как богоизбранный народ проходит через красное море вы помните это чудо раступились воды народ проходит а потом вот за ними стремляется египетское войско и ну и волны смыкаются враг погибает а народ будучи избавлен торжествует радуется и моисей возглашает вот такую удивительную песни называя бога помощником и покровителем и говорит сей мой бог и прославлю его бог отца моего и вознесу его но тут не только имеется ввиду непосредственно по плоти отец моисея а имеется ввиду вообще правотец авраам как отец всех верующих вот авраам является родоначальником богоизбранного народа а моисей как бы вот один из сынов его призванный к тому чтобы богоизбранный народ вести ко спасению и дальше вот перед каждым тропарем мы слышим такой вот ну это упоется у нас как припев покаянное произношение помилуй мя боже помилуй мя откуда начну плакать и окаянного моего жития деяний ко или положу начало христе нынешнему рыданию но якобы благоутробен дашь мне при грешении оставление вот все такие тропари они очень небольшие это очень короткие такие молитвенные воздыхание пред богом и лучше вот полностью всем сердцем отдаться этому покаянному молению чтобы сердце наше наполнилось сокрушенным духом гряди окаянная душе с плотью твое зиждителю всех исповешься то есть творцу всех исповедайся и останься прочее прежнего бессловесия и принеси богу в покаяние слезы вот бессловесие это те наши страстные грехи которые как бы уподобляют человека бессловесным животным то есть человек вадим просто животными инстинктами увидел противоположный пол да вот сразу возникает какое-то там блудное стремление увидел вкусную еду вот хочется тут же попробовать завладеть всем и человек который вадим вот этими животными инстинктами он в страстях своих не сходят бессловесию и посредством как когда вот человек вдруг понимает что это гибель да то через покаяние что вот чтобы мы возродились воскресли и в каноне поэтому и говорится и останься прочее прежнего бессловесия останься то есть как бы отстань от него воздержись от прежнего там даже по-гречески не просто бессловесия как бы безрассудство то есть некое нелогичное такое поведение что человек будучи образом божиим становится ну вот образом каких-то странных животных до которые там друг друга раздирают уничтожают все время хотят что-то поглощать и вот покаянием мы должны все это преодолевать и вот в каноне там фактически пред нами на самом деле предстает вот вся священная история а собственно что такое священная история если мы посмотрим самые первые уже страницы да то есть это первозданные люди которые сотворены богом но при этом потеряли бога и вот в каноне это все воспоминается первозданного адама преступлению поревновав по знак себе обнажена от бога и пресносущного царстве и сладости грех ради моих вот то есть каждым грехопадением мы в каком-то смысле как бы вот повторяем греха дама и многие люди рассуждают так ну вот почему там за греха дам вот все наказаны а на самом деле если бы нас поставить в те же условия мы со своей свободной воли мы поступили бы точно так же и каждым своим грехопадением мы на самом деле это подтверждаем и вот получается так что мы как бы подражая в преступлении сказано поревновав преступлению первозданного адама мы впадаем во грехи и вот тут такая важная мысль сказано познав себе обнаженного обнаженно от бога и пресносущного царстве и сладости грех ради моих то есть вот когда первые люди были сотворены адам и ева они буквально были одеты в божью благодать не те вот кожаные ризы которые после греха появляются а это светоносные ризы божества которые покрывали первозданных людей как говорили и древние святые отцы и святитель григорий богослов и и и прочее что адам был облачен в благодать божию как в светоносные ризы и вот через грехопадение человек утрачивает да и мы познаем себя обнаженными от бога то есть человек был облачен в божью благодать а тут становится наг а наг от чего от божественной благодати и совлекается соответственно вечного царства блаженства из-за своих грехов увы мне окаянная душе что подобилось и си первой еве видела боясь и зле и уязвилась и си горца и коснулась и си древы и вкусила и си дерзостно бессловесные снеди вот о чем тут речь некоторые мысли понятно что речь о еве а ее искушение но вот видела боясь и зле да то есть как бы злобно не по-доброму смотрела и начало грехопадения евы именно в том что она смотрит на плод запретный но смотрит уже по-особенному конечно тут и дьявол ее искушал что вот мы погляди какой прекрасный плод да вот он приятен для глаз он хорош для пищи он значит он вожделенен потому что дает знания и евы уже смотрит зле то есть не по-доброму зло как противоположность добру и она уже теряет благоговение перед богом хочет вкусить и вот то же самое и мы когда мы соблазны какие-то подступают нам и поэтому обращается вот этот это покаянный канон к нам чтобы как бы и в себе мы это увидели видела боясь и зле и уязвилась и и си горцы то есть некая горькая рана когда человек ну допустим вот он смотрит завистью на кого-то он тоже как уязвляется или ревнивый человек вот он проявляет ревность там джинеда или там парень к девушке и как некая горькая рана который поражает его сердце а что поражает а поражает его страсть греховный и она причиняет ему муку да ну вот возвращаясь к еве как бы ко всем нам когда мы прикасаемся запретному плоду да то вкушаем дерзостно вот некой бессловесный вот это вот снеди человек то он призван был к чему он был призван приобщаться благодати божьей вот нетварных энергий как говорят святые отцы а утрачивает и становится уже причастником бессловесной снеди помилуй меня боже помилуй меня так вот нам остается молиться и вот некоторые повторим тропари они вполне могут быть понятны а вот есть такие которые нуждаются в объяснении и даже вот попытка вот немножко вот осмыслить то что нам дается в каноне андрея критского она проясняет и и наши вот личные какие-то душевные проблемы и задачи аскетические которые стоят перед православным христианином поэтому огромное значение имеет чтобы мы вот именно погружались и мыслью и душой да вот и старались конечно воли наши исполнять вместо евы чувственны мысленными бысть ева во плоти страстный помысл показуя сладкое и вкушая присно горького напоения то есть вот тут такое как бы сравнение что в раю чувственная ева вот она соблазняется запретным плодом вкушает его а потом и адам значит и отсюда грехопадение и все последствия а у нас что а у нас как бы в каждом из нас словно вот мысленная ева не просто вот прародительница наш а по ее образу мысленная ева то есть страстный помысл который нас постоянно чем-то искушает да и вот когда мы как бы вот в чем признак любого искушения что происходит некое колебание внутри то ли поступить так то ли не поступить да выбрать между богом и грехом да или вот ушла на сейчас вот как бы грех выберу а господь он и так простит и и а вот это вот колебание внутреннее нашего произволения оно как раз отражает то что и было у евы первозданны а у нас это страстный помысл сказано в оплоте мысленными бы с ева во плоти страстный помысл и его а у этот помысл что он показуя сладкое он показывает сладкое то что кажется сладкий а потом что и вкушая присно горького напоение как бы такая закономерность любого искушения что поначалу грех кажется сладким привлекательным ну ты вот только попробуй да ты вот только вкуси есть конечно очень такие грубые формы наподобие там наркотика да то что среди одно время среди вот нашего юношества пытались распространить и вроде бы там какие-то запредельные казалось какие-то полеты твоей души да хотя и хотя человек неадекватный становится но в итоге всегда это оборачивается просто вот страшной горечью ломками человека внутри терзает мучает и вот это вот горькое напоение это оборотная сторона любого искушения вот неважно это плоские какие-то страсти там или душевные поползновения сначала вроде приятное а потом некая горечь и некая пустота еще скажем так что конечно мы не будем перегружать такими догматическими истинами но в конце каждой песни вот девять песен там обязательно тропарь короткое молитвословие посвященное Пресвятой Троице и вот там такая вот насыщенность догматическими истинами ну вот допустим здесь один раз мы прочитаем чтобы не перегружать но знать это нужно Присущная Троица воединицы поклоняемы возьми бремя от меня тяжкое греховное и яко благоутробно дашь мне слезы умилений то есть мы обращаемся к Богу Пресвятой Троице чтобы Господь отнял от нас бремя греховное И вот тут какие важные такие богословские мысли что Присущная Троица то есть которая Господь Бог Святая Троица Он превыше вот всякого существования то есть превыше всякого тварного существа Мы не можем понять что это значит быть над временем да над пространством потому что мы ограничены вот нашей земной жизни когда-то мы родились и на пределы Наша жизнь имеет пределы да а Господь Он над этим Он как бы все видит да Он везде присутствует и ничем не ограничивается то есть Троица она присущная превыше всякого существа всякого тварного понимания и в то же время она единица поклоняемы поклоняемы то есть мы поклоняемся Богу единому в трех лицах в самом конце конечно же Божьей Матери и потом вот вторая песня и вот тут братья и сестры небольшая такая информативная сводка вот обычно когда мы берем каноны в наших молитвословах то мы видим что после первой песни идет третья песня тогда как должна вот идти вторая песнь и вторая песня она встречается в канонах имя именно во время великого поста и вот здесь вот как раз вот в первый день уже первой седмицы поста уже читается вторая песня а почему так вне поста нет второй песни а потом а дело в том что во время поста как бы такие вот сугубые моления и на буднях великим постом там читаются даже две вторые песни ну и каким-то образом так вот сложилось исторически что вот великим постом две вторые песни а вне великого поста вторая песня она как бы выпадает совсем тут наверное историки пусть лучше объясняют но это некая такая очевидность и вот вторая песня в которой мы ирмосы не все сейчас будем озвучивать но некоторые будем во дми небо и возглаголю и воспою христа от девы плотью пришедшего ну вот во дми небо и внуши земле это тоже конечно из из библейских песен из ветхого завета но здесь добавляется еще нечто то что относится уже к новому завету что вот во дми небо то есть это конечно же как бы такой порыв душевный чтобы весь мир как бы внимал а что возглаголим а мы воспеваем христа который как раз небесы пришел от девы плотью пришедшего да и он и есть наш спаситель он пришел для того чтобы очистить нас и спасти от грехов в которых мы каемся в покаянии вот есть такая тоже закономерность что когда ты действительно каешься то для тебя становятся как бы вот неактуальными грехи других людей а вот что у тебя болит своя болячка да допустим болит у человека зуб и вот он мучается так что именно эта боль доставляет ему страшные мучения и он уже не думает даже о боли других и вот когда ты проникаешься болью о своих грехах то ты перестаешь замечать грехи других людей и вот в каноне мы как раз так и молимся согреши их паче всех человек един согреши их тебе но щедри яка бог спаси творение твое то есть вот я согрешил больше всех людей ну почему так потому что действительно вот во мне моя боль боль от моих грехов вот как-то зубная боль пронзает и уже кажется она ни с чем не сравнима да она ни с чем не сравнима поэтому кажется что я испытываю боли хуже всех и вот человек который кается во грехах он тоже проникается такой вот болью о себе что ему иногда даже кажется что он больше всех людей вот паче всех человек един согреши их тебе на ущедри яка бог спаси творение твое помилуй меня боже помилуй меня вообразив моих страстей безобразие любосластными стремлениями погубив ума красоту вот нужно все конечно это разбирать вообразив моих страстей безобразие то есть как бы отпечатлев себе безобразие страстей вот когда какая-то греховная страсть она полагает как бы печать на человека ну вот ты допустим на кого-то рассердился и вот эта злоба она как бы отпечатлевается как некий отпечаток на твоей душе и ты ходишь в неспокойном духе какое-то время как будто некая печать на тебе отобразилась об этом идет речь именно вообразив не в том смысле что представив там да а вообразив то есть оставив образ страстей они на самом деле безобразные и она лишает нас всякого благого образа любосластными стремлениями погубив ума красоту то есть вот через это отпечатление страсти мы губим красоту нашего ума потому что на самом деле изначально ум человеческий он очень красивый вот представьте когда ребенок рождается да и в нем начинает мысленные силы просыпаться и вот он начинает задавать вопросы а вот это что папа да а вот это а тут что и ребенок начинает удивляться вот он видит и удивляется радуется то есть две такие составляющие детского ума это удивление и радость потому что он познает мир и черпает через это какое у него восхищение да а не просто какое-то рациональное как в компьютере познание и ум действительно он очень красив потому что он тянется к истине но вдруг со временем человек начинает в нем пробуждается как бы греховная природа которую уже вот эти последствия грехопадения адамова то что природились и начинается любосластные стремления любосластные то есть сластолюбивые и тут вдруг наш ум начинает испытывать ну поначалу как бы вот как евы мы цитировали некое такое искусительное просто приближение какого-то помысла а потом и уже давление что вот надо мне вкусить вот такой-то грех да вот надо вот мне вот улучшить и ум наш испытывает уже гнет этих страстей и мы искажаем красоту ума вот этими сластолюбивыми своими стремлениями и что выходит получается так что буря мя злых обдержит благоутробней господи но яко петру и мне руку простри то есть мы утопаем как некогда апостол петр и вот петр он утопал посреди этих волн за свое маловерие а мы утопаем под бури вот этих злобных помыслов которые пытаются нас погрузить в свою пучину но мы обращаемся к господу и кстати скажу вам что ведь господь же вытянул петра то есть простер ему руку вытянул его поэтому и нас тоже господь вызволит из этой бури главное чтобы мы молились вот господи спаси господи защити а вот канон покаянный он пытается как бы еще и раскрыть в нас ощущение глубины своего падения а скверних плоти мое я ризу и о колях ежи по образу спаси и по подобию и вроде бы понятно о чем идет речь да а вот где то раз раз и уходят вот такое слово я не буду скрывать значит ну первое то понятно а скверних плоти мое я ризу «И о калях ежи по образу спаси и по подобию». То есть тут речь идет о теле, которое как бы «плоть и моя ризу», то есть плоть, она как риза для души, а вот душа ежи по образу и по подобию. Но плоть мы оскверняем, сами знаете, каким образом. А дальше сказано «и о калях ежи по образу и по подобию», то есть душу. Так вот, братья и сестры, вы уж простите за такую прямолинейность, слово «о калях» славянское, оно буквально от слова «кал», то есть навоз. И вот во что мы, так сказать, превращаем свою душу, как мы ее очерняем, огрязняем, когда впадаем в какие-то нераскаянные грехи. Ну, это вот некая такая печальная реальность. Это реальное слово, да. «Раздрах ныне одежду мою первую, южами из ткази ждитель из начала, и оттуда улежу на ок». Это вот утраты как раз того, во-первых, как вспоминаемый, опять-таки, Адама, который в светоносных ризах Божьей благодати был одеян. Но а у нас-то ведь это что за ризы? Это одежда крещения. Потому что через крещение человек освобождается от власти дьявола. Ему тоже дается светлая такая благодатная одежда. Поэтому в древности, и сейчас восстанавливается это, и когда в крещальную купель погружаются, то после этого их одевают в чистые белые ризы, как знак чистой души. А мы, получается, после крещения опять раздираем вот эти вот ризы, и поэтому лежим расслабленные духовно. «Облекокся в раздранную ризу, южеистками змей советом, истыждуся». То есть, змей своим коварством соткал нам какие-то уже драные ризы, и человек вот ходит... Ну, вот представьте, допустим, в чем трагизм грехопадения? Вот представьте, что царь, который в дорогих сияющих ризах золото, бриллианты, драгоценные камни, и вдруг этот царь начинает вести себя как шут, как шут гороховый, да, как скомороха, одевается в какие-то непотребные одежды. И вот именно человек, который сотворен был Богом как царь мира, он так и поступил. Призванный быть царем, стал подобен шуту гороховому, одеваться непонятно во что, и как бы скверняет свое достоинство, не спровергая то высокое достоинство, которому призвал его Господь. «Возрех на садовную красоту, и прельстихся умом, и оттуда лежу нак, и срамляюся». На садовную красоту, то есть на красоту райского сада. Опять-таки вспоминается вот Ева, Адам, вот они посмотрели именно на одно древо, о котором сказано было в райском саду, что вот не трогай его, не вкушай плодов. И из-за того, что потеряли, да и мы не слушаемся Господа, от этого мы и посрамляемся. А вот дальше не совсем тоже понятно. «Делаша на хребте мое вси начальницы страстей, продолжающие намя беззаконие их». Это буквально из псалтырия. «На хребте моем делаша грешницы, продолжиши беззаконие свои». Что значит «делаша»? Имеется в виду, что грешники делают зло, а на хребте как бы вот некое иго, ермо, которое возлагается, ну, в основном, конечно, на шею, да, но когда в Египте, допустим, богоизбранный народ находился, вот они выполняли тяжелые работы, да, и что-то вот носили на спинах своих, там, плинфоделание и прочее, прочее, чем они занимались, то получается, что вот этот языческий греховный народ, он как бы угнетал богоизбранный. Или потом, когда разрушен Иерусалим в Вавилонском пленении. И это образ того, как родоначальники греха бесы, они утруждают нас. «Делаша на хребте моем – все начальницы страстей». То есть начальницы страстей, как бы вожди, руководители, начальники страстей, прежде всего, это демонические силы, а вот они возлагают на нас иго, ермо тяжелое, которое мы как бы на спине своим несем. И на самом деле человек, вот какой человек счастливый и какой несчастный. Несчастный человек – это человек, задавленный своими греховными страстями. Он действительно несчастен, потому что ему тяжело. Ему тяжело из-за того, что он сам вот мучается от своей вспыльчивости, раздражения, что в семье он не может с миром, постоянно со всеми ругается. Ему кажется, что другие там виноваты. И вот это немирное устроение, страсти изнутри его гнетут, оно и оборачивается как бы тяжелым камнем, который его постоянно придавливается. А когда мы видим людей, которые побеждают страсти, то мы удивляемся, почему они всегда радостные, мирные, спокойные, умиротворенные. А потому что они сбросили вот это иго, это ермо, и к ним уже не относятся вот эти слова. «Делаши на хребте, моим всеначальнице страстей». А в нас это, к сожалению, так и сказано еще. «Продолжающие намя беззаконие их». То есть, как бы усиливая их беззаконие, они продолжают его, все время искушая. И вот наша задача, конечно, через обращение ко Господу освободиться. Вот ирмо с третьей песни. «На недвижимом Христе камени заповедей твоих, утверди мое помышление». Этот термоз, он вполне понятен. Речь идет о том, что заповеди – это как некая камень, фундамент на котором и стоит строить здание нашей жизни. Потому что если на песке строить, все развалится. А вот на камне заповедей Христовых, то такой дом устоит, какие бы ветры там со стороны не приближались. И дальше, вот интересно уже вспоминаются времена, связанные с Авраамом, с Лотом, и в частности с наказанием Содома и Гаморы. И вот прислушайтесь, это очень важно. Такой здесь текст. «Огонь от Господа иногда Господь одождив, землю содомскую прежде попали». Ну, вторая половина понятна. «Землю содомскую прежде попали». А что это вначале? «Огонь от Господа иногда Господь одождив». Вот на самом деле, «Святые отцы» – это вот книга бытия, там как раз повествование про явление ангелов вначале Аврааму, а потом два ангела идут к Лоту, чтобы его вывести. Ну и, значит, Лоту вот они выводят. И там говорится, что «И не спаслал Господь от Господа с неба вот этот как бы огненный дождь, огонь и серу излил». То есть это указание на Святую Троицу, на Отца и Сына, вот как толкуют Святые Отцы. Потому что именно в данном случае Сын Божий, еще до Рождества, да, то есть до воплощения как человек, он уже участвует в судьбах мира. И сказано, что Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну. И вот Господь от Господа с неба ниспосылает вот этот огонь, огненный дождь, чтобы попалить землю Содомскую. И вот в тех строках Писания получается это тоже вот как одно из свидетельств о ипостасях, о лицах Святой Троицы. В частности, что есть Отец и есть Сын. Ну и Дух Святой, разумеется, тоже. «Помилуй мя, Боже, помилуй мя, на горе спасайся, душе якоже лот оны, и в сегор у ганзай». То есть, вот «ты, душа, спасайся», сказано «на горе», это образное описание, как вот тот самый лот, и в сегор у ганзай, значит, поспешай, спеши укрыться, торопись, в сегор. Ну, поясню. Значит, поначалу лоту было тоже сказано, чтобы он спешил к горам, чтобы там спастись. И лот не успевал и попросил, чтобы один из пяти городов, там же не только Содом и Гамора, там были еще Адма, Севаим, Сегор, ну, примерно вот так вот. И лот упрашивает, чтобы Господь пощадил один из вот этих городов, чтобы он там укрылся во время наказания. И Господь, кстати, прислушался, потому что молитва праведника, она слышится Богом, и Господь может спасти даже город грешников ради праведника. А вот мы, и вот этот образ спасения, он для нас пример, что ты тоже душа спасайся, и как лот спеши туда, где обретешь себе избавление. А вот насчет гор, да, вот этот образ, он на горе спасайся душе, он очень часто в Священном Писании встречается. Почему так? Потому что, скажем, на Синайской горе дан был закон Божий. Значит, потом на горе Мария, где, ну, вы знаете, что там вначале еще Авраам когда-то, Исаака по заповеди Божией пыталась как бы принести, но Господь остановил эту жертву. И вот там вот Иерусалим, а потом на горе, на возвышенности строится храм Соломонов. Вот, мы знаем также гору Сион, местоположение, там разные споры есть, но некоторые тоже говорят, что и храм, он тоже именно на горе Сион. Кто-то говорит, что там только царский дворец, но неважно. Вот спаситель преобразился тоже на горе, на горе Фавор. И получается так, что есть также гора Блаженства, да, где заповеди Блаженства даны были. И вот гора – это как символ духовного восхождения. Когда мы возводим очи к горам, мы как бы поражаемся величием, и это тоже нас как бы к небесам направляет. Не куда-то мы там смотрим в какой-нибудь, какой-нибудь обрыв, разлом земли, да, где там грязь и непонятно что. А вот горы, они свидетельствуют о чем-то высоком, но в то же время и о чем-то труднодостижимом. Но духовная жизнь, она именно идет как в восшествии на гору. Самим по себе это трудно, но с Божьей помощью возможно достичь. Бегай запаление о душе, бегай содомского горения, бегай тление божественного пламени. И вот тут такой образ, что наши плотские искушения, они вот как содомское запаление. То есть не надо думать, что содомский грех – это непременно только что-то противоестественное, как бы любовь там пола к своему же полу, да. А это вообще некая присыщенность в разврате, так скажем, и тяготение к плотским удовольствиям. И вот поэтому ты, душа, избегай этого запаления. Таким образом, ты избежишь, сказано, тления божественного пламени, то есть наказания Богом, истребления божественным огнем, как были наказаны те города. Помилуй меня, Божий, помилуй меня, ты, если пастырь добрый, взыщи меня, агнца, из-за облужшего, да не презришь и меня. Вот помните притчу о добром пастыре, который берет утерявшуюся овечку, и оказывается, эта овечка – каждый из нас. Мы, вот эти потерянные овечки, потерянные агнца, а Христос – пастырь добрый, и мы молимся, чтобы он взыскал нас, да, чтобы он не презрил, из-за облужшего, да не презришь и меня. Помилуй меня, Божий, помилуй меня. Дел твоих да не презришь и создание твоего да не оставишь и правосудие. Аще и единцы греших, яка человек, паче всякого человека, человеколюбче, но им ише, яка Господь всех, власть оставляйте грехи. Мы – создание Божие, и мы надеемся на милосердие, но при этом, вот в каноне Андрея Крискова, мы обращаемся к Богу как к праведному судьи. Да, Господь, Он – любовь, но Он же и судья, и это вполне библейское выражение. Это что значит, что вот Господь нам дал жизнь, но за эту жизнь мы в ответе перед Богом. Раз в ответе, то за проступки, конечно, должны каяться, и вот мы молимся, чтобы Господь нас не оставил и спас, невзирая на наши грехи. И вот из Ветхого Завета далее мы встречаем такие сравнения, связанные с правоцем Иаковым, в частности. «Лествица, южевидие древле, великий в патриарсиях, указание есть душе мое деятельного восхождения, разумного восшествия, аще хочешь и оба деянием и разумом, и зрением пожити, обновися». Конечно, немножко кажется сложным, да, но все знают, что «Лествица Иакова» – это та самая лестница, которую он созерцал, когда вот шел, спасаясь от Исава, да, по пути в Харан, вот он во время сна увидел лестницу, простирающуюся от земли до неба, «и ангелы Божьи восходили и не сходили по ней». И вот на самом деле тут мы что произносим, что лестница южевидие древле, великий в патриархах, который видел великий из древних правоцов, патриархов, то есть именно Иаков, она служит указанием на деятельное восхождение и на разумное восшествие. Вот у святых отцов, когда они описывают в целом христианский подвиг, они говорят так, что христианский подвиг, духовная жизнь христианская, она состоит из двух составляющих. Вот есть деятельность и есть созерцание. То есть есть некое деятельное восхождение, когда посты, коленопреклонение, когда поклоны мы кладем, дела милосердия, отдаем милостыню и так далее. Это вот некое внешнее такое усилие, это вот тоже лестница, но она восхождение, лестница восхождения делами. А есть еще и умное делание, как говорят святые отцы, внутренний подвиг христианина, который тоже должен выстраиваться как лестница, лестница восхождения от земли к небу. И это уже то, что вот внутри нас очищать себя от всякого прилога страстных помыслов, умом своим всецело устремляться ко Господу и хранить такое внутреннее трезвение. Вот эти-то мысли как раз и проходят в давных молитвословиях о том, что вот деятельное восхождение и возвышение разумом, чтобы достичь созерцания. «Зной дневный, претерпи лишение ради патриарха, и мраз ночный понесе, на всяк день снабдение творя, пасы, труждаяся, работая, да две же не сочетает». О чем тут идет речь? Значит, вот попытаемся это распутать. Яков претерпевал всевозможные лишения, вот он дневной зной, ночной холод и на всяк день снабдение творя, то есть делая некий прибыток. Он же трудился у дяди своего Лавана, когда вот ушел туда, и поначалу Лаван обещал ему в жены Рахиль, но как только вот отработал Яков обманом, Лаван дает ему другую сестру, сестру Рахили Лию, и Яков вынужден еще вот семь лет работать ради того, чтобы получить Рахиль. И вот во время этих трудов он очень ответственно поступал, там так даже сам вот Яков говорил, что пока вот я трудился, я не взял себе там ни одной овечки для пропитания, вот он пас стада Лавана. Если вдруг хищный зверь похищал овечку из стада Лавана, то Яков свою овечку отдавал, возмещал как бы убыток, а Лавану приносил постоянный прибыток, да, вот снабдение творя, сказано. Пасы, да, утруждаясь, работы, да две же не сочетают. Но понимаем, что в Ветхом Завете допускалось многоженство, конечно, это некое несовершенство сравнительно с Новым Заветом, но в данном случае это еще и образ неких духовных реалий. Вот дальше мы читаем, поскольку эти тексты произносятся в храме, мы должны их правильно понимать, это некая аллегория для нас. Вот видите, как непросто. Вот если мы сейчас не будем это разбирать, то как же мы в храме-то будем стоять, слушать и как бы мимо пропускать. О чем идет речь? Что значит? Сказано, что, вот я уже упомянул, что вот две составляющие в духовном подвиге – это деятельный труд и созерцательный труд, умное восхождение. И вот жены-медве разумей, то есть как бы представь под двумя женами, что это как раз деяние же и разум зрение, как раз вот деятельное и созерцательное стороны в христианстве. И Лия, первая жена Иакова, она понимается как именно деяние якомногочадное. Лию оба понимают деяние якомногочадно. Почему? Потому что Лия, у нее рождалось много детей. Вот Рахиле в начале деторождения как-то вот не давалось. Вот у нее много чад, многоплодная Лия, и поэтому она образ такого вот, таких деятельных трудов, которые сразу приносят какие-то внешние плоды, видимые плоды. Сказано дальше, Рахиль же понимает, как разум якомноготрудную. Что значит? Многотрудную значит, что она далась Иакову, Рахиль досталась после многих трудов. Рахиль далась ему после многих трудов, и в этом смысле она многотрудная, то есть не сразу он ее получил. И вот от деятельного подвижничества, переход к созерцанию, он всегда очень многотрудно дается. То есть можно поститься, молиться, класть поклоны, милостыню, раздавать там всевозможные подвиги, а вот внутри и все равно идет с трудом. И восхождение к созерцанию, очищению ума, чтобы греховные прилоги не появлялись, это дается очень многотрудно. И вот об этом как раз речь в данном тексте. Ну вот один из тропарей, посвященных Божьей Матери, мы все-таки прочитаем, чтобы тоже понимать, почему. Потому что часто мы слышим, что и где же Бог хочет, побеждается естество чин. А откуда это взято? А это именно взято из Богородичного тропаря, из канона Андрея Критского. И там мы читаем «И рождаешьи, и девствуешьи, и пребываешь обоюду естеством дева. Рождейся обновляет законы естества. Утро Божа рождает, не рождающий. Бог где же хочет, побеждается естества чин. Творит Бог елико хочет». Попробуем тоже немножко распутать. «И рождаешьи, и девствуешьи». Речь идет о чем? О том, что Божья Матерь, вот она рождает Христа, но при этом остается девой. Она дева до Рождества, в Рождестве и по Рождестве, поэтому она присно дева, то есть всегда дева. Хотя при этом она и матерь. И в этом смысле и пребываешь обоюду естеством дева. То есть даже рождая, она все равно остается девой. А вот родившийся, рождейся, он обновляет законы естества. Потому что, ну вот, святые отцы, когда рассуждают уже о воскресении Христовом, они как говорят, что вот спаситель воскресший, он проходит через, как бы оставляет вот эти пелены, да, как бы сквозь пелены, сквозь, потом является апостолом сквозь двери затворенные. Получается так, что обновленное естество Христа, преображенное, для него нет никаких пределов. Так вот, оказывается, и девственное Рождество Христа, оно совершилось именно чудесным образом, как спаситель проходил после воскресения сквозь затворенные врата, двери, являясь апостолом. Вот так он покидает лона Божьей Матери, не разрушая печати ее девства, если сказать вот об этой тайне вот таким образом. Потому что Бог и где же хочет, побеждается естество чин. Он всемогущ, и чин, устав закон природы, там он как бы удерживается, потому что Господь своей всемогущей силы, он превышает естества уставы. Еще, братья и сестры, мы, наверное, приведем вот только один тропарь из канона Андрея Критского, который читается вот в первый день Великого Поста в понедельник, ну, чтобы не утомлять никого, потому что если сила скудеет, то тогда и интерес к молитве тоже исчезает. А мы не должны все-таки терять некое усердие. Поэтому процитируем последний молитвенный тропарь. «Моисеевы приведохти душе миробытия, и оттого все заветное писание». То есть, я тебе, душа, привожу миробытие, то есть, повествование Моисея о бытии мира. Вот то, что мы читаем в книге Бытия и вообще в ветхозаветных писаниях, и оттого все заветные писания, поведающие тебе праведное и неправедное. То есть, о праведных и о неправедных душах. От них же вторые о душе подражала Иси, а не первые в Бога согрешившие. То есть, к великому сожалению, мы подражаем именно неправедным, а добродетели праведных нами очень тяжело воспринимаются. И в целом, наверное, что мы должны сказать, что великий покаянный канон святого Андрея Криско – это такой вот кладезь, кладезь неисчерпаемый, в который можно погружаться постоянно и черпать какую-то оттуда пользу, наставление. Кстати, было бы неплохо, если вы идете в храм на чтение этого канона, чтобы брали с собой тексты. Ну, я не знаю, там позволяют ли обстоятельства, если очень темно, то, наверное, не удастся прочитать, но уже становится светлее, и, наверное, вы сможете по тексту следить за чтением канона. И бывает еще подстрочный перевод, то есть, бывает, продаются тексты канона с подстрочным переводом, где вы уже можете прояснять для себя смысл читаемого. Вот так было бы неплохо. А в целом канон Андрея Криского, повторяем, он содержит и много таких вот ссылок на Священное Писание, таких библейских образов, сравнений, и в то же время вот такие духовные трактования, то есть, примеры жизни святых Ветхого и Нового Завета, они здесь как образы вот либо грехов, либо добродетелей, которые вот мы грехи совершаем, да, а добродетелей, к сожалению, не всегда имеем. И таким образом вот канон, он пытается пробудить в нас внутреннее усердие, чтобы подражать добродетелям людей, вот праведных, запечатленных в Священном Писании, или хотя бы вот как Петр, который утопая молил о спасении и получил это спасение, хотя бы вот так вот через покаяние достичь спасения наших душ, ну и, конечно же, всяческие стороницы грехов, которые губили людей, и о чем свидетельствует Священное Писание. На этом сегодня мы завершим, и самое главное – это самим непосредственно молиться. Вот кто не может пойти в храм, обязательно прочитайте дома канон, и помните, что он читается вот с понедельника по четверг на первой седмице на каждый день свои тексты. Храни вас Господь, дорогие братья и сестры, всего вам доброго! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok